Часть улицы Ленина на время январских каникул сделают пешеходной. Это будет продолжение главной праздничной площадки. При этом в распоряжении автомобилистов останется часть парковки на центральной площади города. О подготовке к Новому году. Александр Вяткин. Главную новогоднюю елку традиционно установят на площади Ленина. За неделю до праздника здесь построят ледовый городок. Кстати, в эти новогодние каникулы оставят часть парковки. При этом улицу Ленина до пересечения Советской сделают пешеходной. Движение транспорта остановят только на протяжении одного квартала. На пешеходной части улицы Ленина планируют провести ярмарку новогодних сувениров. Кстати, ледовый городок на главной площади города начнут строить уже в начале декабря. А с 4 по 8 января в Первомайском сквере пройдет фестиваль снежных скульптур. Этой зимой катка на площади Ленина не будет. Его перенесут в центральный парк. Покататься на коньках здесь можно будет уже 15 декабря. Лед зальют на главной площади парка перед сценой и на аллее. Если на площади Ленина каток работал всего около месяца, то в центральном парке кататься на коньках можно будет до весны. Те, кто придет со своим инвентарем, покататься сможет абсолютно бесплатно. Лед будут заливать те же мастера, что готовили каток на площади Ленина в прошлые годы. Я сам фигурист, поэтому с удовольствием посещал данное место, особенно в вечернее время. Мне кажется, хорошая идея. Центральный парк, место отдыха, семей, особенно Новый год, если вечером сделать освещение хорошее, падающий снег, мне кажется, было бы замечательно. Ледовый городок на обновленной Михаловской набережной в этом году построят не на привычном месте. Снежные скульптуры и горки возведут недалеко от Октябрьского моста в сторону парка городское начало. В каком именно стиле вытащат ледяные скульптуры еще неизвестно. О планах празднования Нового года сегодня доложили мэру. Расписан каждый день каникул. Кстати, районы города подготовили отдельные новогодние программы. Очень хотим, чтобы жители на местах, в микрорайонах, в жилом фонде тоже на это откликались. Здесь очень плотная работа у нас с управляющими компаниями, ТСЖ. Буквально мы просим, чтобы в каждом микрорайоне в жилом поставили елку, залили горку. Рассказали и о праздничном оформлении. Этот Новый год пройдет в стилистике 125-летия города. Новый год – это как раз мы входим в год 125-летия Новосибирска. И поэтому новогоднее оформление мы также хотим, чтобы оно уже было в брендбуке 125-летия, но с такими милыми вставками, которые посвящены новогодним воспоминаниям горожан. На рекламных счетах появятся архивные фотографии новосибирцев. Александр Вяткин, Денис Савинский. Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.